МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ННТ новости Дагестана, в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Запрет на наркотики в сети. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков. Хунзахский район в одной экспозиции. Тысячи экспонатов в более чем 10 залах музея. Об историко-кроведческой уникальности Хунзаха сегодня в выпуске. 12 команд в борьбе за главный приз. Кубок Агульского района по волейболу прошел в селе Гурки-Хан. Подробности в спортивном блоге. 8,3 миллиарда рублей не освоил Дагестан по нацпроектам. Управление казначейства по республике опубликовало сведения о кассовом исполнении нацпроектов за прошедший год. Согласно им, Дагестан выполнил только 49,95% объема работ, то есть освоил менее половины от полученных средств. Хуже всего освоены средства по демографии и образованию. В Карабдахенском районе задержаны подозреваемые в мошенничестве. Среди подозреваемых экс-глава села Агачаул. По версии следствия, он в сговоре с группой лиц подделал договоры по купли-продаже земельных участков. Незаконной деятельностью мужчины занимались более 4 лет. Сумма ущерба оценивается в почти 1 миллион 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших. Если вы пострадали от действий подозреваемых, обращайтесь по номеру на экране. 8-988-466-8658 До полутора миллионов рублей. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно документу, размер взыскания с визлиц составит 30 тысяч рублей, а с юридических лиц до полутора миллионов рублей. Кроме того, законопроект увеличивает штрафы для операторов связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков. Инициаторы поправок отмечают, что интернет привлекает злоумышленников, поскольку таким способом они получают возможность оставаться анонимными. Вместе с этим информация о наркотиках в сети достигает широкой аудитории, значительную часть которой составляют несовершеннолетние. Махачкала в списке городов, где в 2020 году родится больше всего детей. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, проанализировав данные о семейных парах в возрасте от 19 до 39 лет. В среднем в этой возрастной категории стать родителями в 2020 году планируют 9% респондентов. Это больше, чем в 2019 году. Также высоких показателей достигнут Ставрополь, Нижневартовск, Набережные Челны. При этом в крупных городах семьи менее настроены на рождение ребенка. Эксперты считают, возможно, мешает работа. Чем больше женщин, вовлеченных в трудовую деятельность, тем ниже суммарный коэффициент рождаемости. Далее обзор событий от Патима Тханаповой. Полицейские обнаружили наркопритон в Кайтакском районе. По данным МВД, на окраине селения Родниковое местный житель предоставлял помещение для употребления психотропных веществ. При осмотре обнаружена изиата марихуана, а также предметы, приспособленные для употребления запрещенных веществ. Кроме того, на месте с поличным были задержаны двое наркопотребителей. Самолет из Махачкалы не смог приземлиться в аэропорту Сургута из-за непогоды. Там был зафиксирован сильный боковой ветер. Сложные метеоусловия стали причиной переноса нескольких посадок в других городах. В частности, вылетевший из столицы Дагестана борт отправился в Нижний Вартовск, где и приземлился. Белоруссия заинтересовалась элитным поголовьем овец Дагестана. Уже в этом году страна готова приобрести порядка 4000 голов. Поставщиком выступит фермерское хозяйство Чед Кумбетовского района. В частности, оно поставило за пределы страны более сотни овец породы артлухский меринос, который славится высочайшим качеством шерсти. Около 500 декретниц планируют обучить Минтруда Дагестана в 2020 году. Ведомство составило перечень 110 самых востребованных специальностей. Однако обучать будут не только по ним. Любая женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, может изъявить желание обучаться любой другой, не включенной в список профессии. Также предусмотрены стажировки на предприятиях и в различных организациях в любом субъекте страны. На реализацию программы из федерального бюджета выделено более 28 миллионов рублей. Историко-краеведческий музей Хунзакского района давно стал гордостью местных жителей и визитной карточкой республики. Здесь представлено около 7 тысяч экспонатов. Уникальная экспозиция собиралась по крупицам с 1965 года. О столетней истории, размещенной в 14 залах музея, расскажет Луиза Раджабова. Это стало смыслом ее жизни. Вот уже 15 лет Рукияд является хранительницей музея. Причем следит не только за сохранностью экспонатов, но и выступает в роли гида. Она здесь знает все. Этот особняк, дом принадлежал подполковнику царской армии Аликали Чупалову. Это его здание, его потомки. Они пожелали, чтобы здесь находился музей. И чтобы дом не пустовал. С одной стороны хранит историю, с другой представляет все самое важное и интересное. Изначально Рукияд следила за шестью залами. Постепенно Хунзакский музей расширялся. Теперь комнат 14. Более 7 тысяч экспонатов. В основном все это дары населения. Вот такой вот уникальный амбарный шкаф. На Аварском Цагор мог помещать в себя две тонны зерна. В нем множество всяких отделений, где можно было хранить еще и мясо, и другие продукты. Кстати, построен без единого гвоздя. А само здание, он тоже 1867 года, как я сказал. Потому что в то время, когда музей сюда переводили, музей был, этот дом был только частично реставрирован. Только половина. После этого мы своими силами представили половину музея. Но сейчас в данный момент требуется капитальный ремонт, потому что уже крыша протекает, штукатурка сипается, пол уже не ловит. Так что музей в данный момент сейчас нуждается в капитальном ремонте. Люди, которые приезжают посетить музей, они буквально через 15-20 минут выбегают на улицу, потому что здесь холодно. Оружие, посуда, одежда, украшения. Бытгорцы в музее сумели сохранить и воссоздать до мелочей. В 2013 году музейная коллекция пополнилась новыми экспонатами X века. Вазы огромного размера обнаружили во время раскопок на территории строящейся Гацатлинской ГЭС. Здесь у нас находится запасник, здесь экспонаты, которые похожи друг на друга, мы больше двух-трех не выставили. Из-за этого ждут своего часа, когда полностью реставлируем ту комнату, еще одну комнату хотим открывать, и их тоже будем выставлять. Предметы истории и быта горцев в холодных залах. Музей нуждается в отоплении, которое приспособит выставочные залы к требуемым условиям и огородит экспонаты от сырости. Холод в помещении осложняет посещение музея, однако туристы со всего мира оставляют восторженные отзывы. Несмотря на все сложности, музей живет благодаря его работникам. Кубок Огульского района по волейболу нашел своего обладателя. За главный приз боролись 12 команд. Спортсмены приехали в Бурки-Хан из разных уголков республики. Турнир проходил два дня. В итоге заслуженное первое место занял спортивный коллектив «ТПИК». Победителей и призеров на церемонии награждения поздравили как представители власти района, так и общественники. Они вручили волейболистам памятные подарки, грамоты, а также конверты с деньгами. Призовой фонд составил 50 тысяч рублей. Турнир проходил действительно очень оживленно, живо. Большой интерес у молодежи к таким хорошим спортивным мероприятиям. Мероприятия были направлены на то, чтобы собрать молодежь, объединить их. Как говорится, спорт является символом объединения разных поколений, молодежи и более взрослого поколения. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok